Здравствуйте, это мистер Фрейджорнидаун! Он не сказал, какое же классное место, он сказал What a classy joint! Господи, боже мой! Я даже не могу вам передать всех оттенков того, что я почувствовал, когда это услышал. И я, разумеется, давно не играл и вообще не помню, что здесь происходит. Но, к счастью, у меня сегодня хоть и плохое настроение, но не отвратительное. Поэтому как минимум одно видео я сегодня записать смогу. Элина, как дела? Пока не очень хорошо, но у меня есть несколько тузов в рукаве. А у тебя какие успехи тузы? Боюсь, не следак, кито. Да какой у нас план? Я постараюсь найти способ попасть в клуб Темба. А ты пока ищи кито и самолет. Как только доберемся до сейфа, мы вскроем его и сопрем книгу. А затем скроемся на самолете, прежде чем энергетическая компания поймет, что произошло. Да какой у нас план? И тому подобное. Это было. Хорошо, поговорим потом. А, здесь не работает пробел. Я уже хочу свалить из этого города. Не вернусь в тюрьму, чувак. И там у меня много всего интересного было явно. А здесь, о, вот здесь уже люди не спят, но грустят. Эй, привет, морячек! Привет! Привет! Почему ты грустишь? Да так просто! Все сложно! Бедняга всегда сюда приходит, поет блюз. Просто так, погревать немного. Здесь у нас много таких, понимаете? А, понятно. А кто эта девушка? Это Анди Сва, девушка, которая работает в кабинете Мира. Я по уши в нее влюбился! А, чувак, я знаю Анди, она отличная девушка. Самая милая из всех портов, где я бросал якорь. А так, в чем проблема? Она не рада, что ты вернулся. А, нет. Я имею в виду, я не знаю, я еще не говорил ей о своих чувствах. Я боюсь даже сказать ей привет. Давай, просто иди и скажи ей, что она тебе нравится. Уверена, она будет большина. О, я хотел бы просто взять и сделать это. Много прав, не говоря, вообще ничего не знаю о девушках. А, ё-чё, не беспокойся, чувак. Вот парочка бесплатных советов от доктора Буана, любовного эксперта. До начала. Почему бы тебе не пригласить ее куда-нибудь? Посмотреть кино или типа того? Я полагаю, я... Я полагаю, я мог бы это сделать. Но у меня есть только вот этот фильм. Какой фильм? И чё за фильм? И как-то я вот не думаю, что он сгодится для первого свидания, блин. А я думаю, ты мог бы пригласить ее в Cinema Reax. О, отличная идея. Но у меня нет денег, чтобы купить билеты. Сисулус, Сусулус, твою мать. Оставили экипаж без гроша. Хорошо, просто предоставьте Буана. Я могу найти способ свести вас в ташки. О, если бы только был способ. А что за видео? О, это, это, вот это? Вот это, да? Это вроде романтического боевика. А, романтический акшен. То есть, мне кажется, что романтический акшен, это немного другой акшен, чем боевик. Круто! Слушай, Суды, если ты добудешь билеты в кино на вечерний сеанс, фильм твой. О, в самом биле. Разумеется. Это меньшее, что я могу сделать. Именно поэтому я сделаю только меньшее, а не большее. О, отлично! А что ты знаешь об энергетической компании «Армандоу»? Я никогда не видел их раньше, а потом неожиданно. Они по всему городу. Чувствуешь, как надвигается что-то грандиозное, а? Ну, на самом деле, я ничего не чувствую. Поговорим потом, пока! Йоу! Чем могу помочь, сэр? Какие последнее время ходят слухи? В городе много говорят о бандитах и энергетической компании, обосновавшихся повсюду. Кажется, они сильно постарались, чтобы захватить весь город. Они явно зачем-то охотятся, но хоть убейте, не знаю зачем. А я хочу укривухи! Без проблем. Бутылка стоит пять баксов. А, чувак, у меня совсем нет денег. Может, да, типа того, простите, сэр, нет денег. Нет, выпивки, иди нафиг! Ладно, радио мы так и не использовали до сих пор. Пробел все еще не работает. Моя рука все еще к нему тянется. Это так смешно, что просто глупо. Или так глупо, что просто смешно. О-о-о, это ты, что ли? Ты подозрительный человек! Так, телефонная будка, я думаю, мне не нужна. Дверь, шмель, грузовик. Подозрительный человек. Дайте грузовик. О, парни, что вы там делаете? Скажем так, мы готовим для наших новых друзей в клубе Тамба небольшой сюрприз. Значит, они потом приходят и действительно дают им какой-нибудь подарок, и они все дружат. Эй, парень, чего ты там задумали? Пацан, ты вляпался по самые уши. Мы подождем это... Подожжем это место. И лучше бы тебе в это не ввязываться. Игорь, разумеется, туда мне нельзя. А часовой башня? Это часовая башня Порте Арту. Наверное, самое высокое здание в Порте Арту. Нет ничего лучше родных небоскребов, Сенат Мандо. Не знаю, в конечном итоге они быстро утомляют. Здравствуй, Анди Зва. Как оно? Отлично, я почти закончила работу. Только закончу с последними документами. Я свободна. Я полагаю, свободна. Для того, чтобы пойти домой. И поспать. В этой глуши мне никогда не бывает весело. А в чем дело? Я просто хочу, чтобы кто-то разнообразил мою жизнь. Вот и все. Эй, не переживай, Анди. Все еще обязательно наладится. Кто знает. И кто знает, возможно, сегодня вечером. А почему бы тебе не пойти не поразлишься, Анди? Сходили бы на свидание, что ли? Свидание? Ты шутишь. Единственные более-менее приличные люди в этом городе это господа. А они либо слишком заняты работой, либо слишком пьяны, чтобы меня заменить. Заметить. 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 А про всех остальных что сказать? Я бы не притронулась к ним даже пассатижами. Не знаю. К некоторым людям хочется притронуться раскаленными пассатижами. Кто-то может сказать об эллистической компании «Армандоу». Лучше про этих воров, короче, даже не говори. Благодаря им наш мэр распородает весь город. Так я не люблю этот экспозицион. Что ты имеешь в виду? Он просто продажная марионетка, как и начальник полиции. Когда поступят приказы сверху, это чаще всего дело рук мошенников из энергетической компании. А наша почетная местная власть с радостью потакает любой их прихоти. И как мне кажется, все ради того, чтобы оставаться в центре внимания и купаться в роскоши. А почему эта блатня остается при своих должностях? Почему люди не вышвырнут их? Ты что, шутишь? Люди? Поверь мне на слово, Буана. Когда люди сверху в Сент-Армандо захотят поддержать власть нашего мэра и начальника полиции, они это сделают. Патканди, увидимся. Черт, у меня глюк или только что кто-то мне что-то написал в ВК, и это было слышно. Надеюсь, нет. Если что, закрою все. Потому что мне казалось, что я закрыл браузер, но, блин, я, конечно, может, и не закрыл браузер. Всякое бывает. Так, здесь колючая проволока. Вроде бы я это уже видел, кажется, или нет? А у нас не выйдет проникнуть темпо этим пудемом. Те охранники тут же нас арестуют. Или здесь просто мы стояли вместе с ней, да, и здесь сейф. О, где энергетическая компания хранит книгу? Ай. О, кассир продает билеты. Аппарат для приготовления корня. Да, мне точно кто-то пишет в ВК. Слушайте, секундочку. Или у меня глюк. Надо сохраниться и проверить. Так, эм. Да. Сохранена. Ну, и что? Мне реально кто-то пишет в ВК. Пипец, вот это я. Ха, я был уверен, что закрыл. Ха. Ну, теперь закрыл, короче. Капец просто. Вот это спалился. Спалился я. А, кинофишу я же смотрел уже. А это что за парочка? Что вы здесь делаете, ребята? Мы ждем, когда начнется фильм. Я так давно не смотрела мелодрамы. И все? А вы не заметили новых парней в городе? Да, это ужасно, не так ли? Я не могу поверить, что наш прекрасный город превращается в зону боевых действий. А не хочу беспокоить. О, у меня есть фантус и кукуруза. Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать в Cinema Rex. А какие фильмы у вас есть? На этой неделе мы отобрали три изумительных фильма для настоящих фанатов кино. Первый, похитители овощей. Настоящая трагедия. Следующий фильм, золото барон, настоящее захватывающее приключение. А сегодня же ночью мы показываем фильм «Жестокая схватка». Классика! Скажите, а «Жестокая схватка»? Черт, это прям как в Кате Рэйн, теперь все фильмы рассказывают. О, сегодня специально для господ покажут жестокую схватку в главных ролях красавица Лори МакКоннелл, восхитительная Ирэн МакКолли. Это история о приятной молодой паре, потерявшейся на улицах Панто Кубвай и следующей своей сны друг друга. Ха-ха. Ха-ха. Э-э-э, золото барона. Этот фильм душесчипательный. Самолеты, джунгли, мифические существа, все, что нужно для настоящих приключений. А в ролях сплошь одни звезды. Барона Эльфан Кабуно играет роль самого себя. Ага. Ничего себе, ужас какой. Э-э-э. Так, фильмы какие есть. Похититель овощей? О, этот фильм разбивает сердца опять. Если вам по вкусу настоящие драмы, этот фильм для вас. Лично я разрыдался. Это очень грустная история, но тем не менее красиво рассказанная. Что за чушь? А что новое в городе? Мы заметили войска, патрулирующие сегодня улицы. Ходят слухи, что они взяли на себя весь отдел полиции. Какой-то заправил из Сент-Армандо выстеснил шерифа полиции Барлоу. Примите мое предостережение и держитесь на расстоянии от этих парней. Они не очень дружелюбные. Два билета? Пожалуйста. Конечно, сэр. С вас 10 долларов. Специальное предложение вечера. Да, эм... А можно заплатить потом? Сейчас у меня как бы мало денег. Извините, сэр. Но так не пойдет. Какая жалость. Можно я заплачу вам кукурузой? Ай, чувак, я принял тебе кукурузу. Ай, это замечательно. А можете помочь мне засыпать кукурузу в автомат? А без проблем. А. Оу. Оу. О, машина для попкорна! Я всегда мечтала такой. О, примите мои извинения, но этой ночью у нас проблемы с кукурузой. Пираты отобрали весь мой товар, и теперь мои клиенты останутся голодными. О, черт. Я бы очень хотел, чтобы у меня был для вас попкорн, но, боюсь, ничего поделать не могу. Да, господи, слушайте, ну... Даже не знаю, правда, чем бы мне ее подочистить. Болторезом? Болторезом? Конечно же, нет. А, сэр, не знаю, как вас отблагодарить. Мои клиенты буквально кричали, что хотят попкорна, но у меня не было ничего для них. А, чувак, ничего страшного, я просто и сам люблю пожевать кукурузки. И, пожалуйста, примите эти билеты в знак моей благодарности. Это меньшее, что я могу для вас сделать. О, спасибо, чувак! Это было несложно. Вы не разочаруетесь, сэр. Кино настоящая классика. Да, но... Но я должен не смотреть кино. Маст гивауэй тикетс. Я не знаю, что он мне даст, как... Что это будет за ужас, но... Ну, давайте посмотрим. А, чувак, поглядись, что я тебе принес. О, да, два билета ночной показ в Синемрекс! Наконец-то я могу пригласить Одисву! Спасибо, спасибо большое, большое спасибо! Нет проблем, чувак. Нет такой любовной ситуации, которую не может исправить доктор Буана. Ну что ж, кайф. Крязный жеребец. Один толстый мужик окунается в грешное болото. Эй, подожди минутку, это то, что я думаю? Ага. Эм... Как я говорю, это вроде романтического боевика, да, да, романтик-экшен-кайндов. Отлично, теперь мне понадобится чуточку храбрости. Я знаю, что им получится, а ночью... Ничего, я знаю, что у меня получится, а ночью ее ждет. Что? Да, она будет твоей, чувак. Ладно. 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 Просто мне зачем-то нужна эта кассета. Я не знаю, зачем мне. Но нужна! Это же... Это же главное. На фига мне идти, ребята. Ребята, на фига вы мне. С огнем все стало зашибись, спасибо, так... Аааа... Не, идите к черту. Привет, у тебя есть, не знаю, монитофон? Не, нету ничего у тебя, да? Мортен! Эй, Мортен! Эй, Мортен! Тебе привет, баба! Что ты делаешь? Я просто не схожу глаз с тумана. Отслеживая направляющиеся в порт суда терпящие бедствия. Если только там происходило что-то захватывающее. А, оу, о вы, кроме тьмы, тут ничего нет, ибо все, господа, вернулись в порт. Хорошо, еще увидимся. Да, береги себя. Слушайте, а у тебя тут... Что за окно-то? Только тьма. Дай скукотище. Да, но пока так, думаю, с этим мы брошены к трауле. Слушай, ну это... Блин. Или вот так? Я не думаю... Стоп. А если так? Во! А, это... Катушка нафть прожавела. Чтобы она заработала, ее нужно смазать. Черт. Вот этого у меня нет. У меня есть кирка. Но больше у меня нет ничего. Даже... Ммм. Но я же почти... Почти же, ну... Ммм. О, стоп. Я, кажется, теперь могу зайти на вокзал. О, я могу зайти на вокзал. О, вау. Докладывает актряд Альфа. Так, точно. Ждем ваших приказов на этой частоте, сэр. На какой частоте? Так, нужно как-нибудь убрать этих охранников с дороги. А, я понял. Мне нужно сначала найти, на какой частоте они разговаривают. А потом уже на эту частоту тянуть эту фигню. Музыка. Музыка. ну там вроде бы было 994 какие-то странные были подозрительные звуки да вроде все работает класс они на мейн-стрит в магазине царство подержанных матрасов лонни сейчас же иди туда и захвати их пока они еще здесь чего ждете сейчас же иди туда и схвати их пока предложение в силе это сделка сделка так точно сэр отряд альфа движется на захват подозреваемых матрасы лодни для мейн-стрит альфа отряд конец связи ну вот это это было очень логично главное главное было найти что вообще можете пройти и теперь здесь можно совсем ради и все понятно наверх зачем как это посылка из цветов розы идущие в сент-армандо тюльпаны диаметр 4 миллиметра что это значит написано осторожно крути груз розы 2 мегатонны кажется роза имеет дело больше чем с цветами ага ну понятно это 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 все у нас оружие оружие несколько подозрительных ящиков из магазина цветка розы куча оружия окей это что несколько подозрительных все еще и цвета розы и вообще эти больше некуда я отсюда что у вау у вау я нашел старый баллон с бидон бидон баллон с маслом это как раз то что мне нужно прекрасно здесь лишь бесполезное барахло вы наверх ой а мы наверх а о ничего себе оттуда сверху открывается превосходный вид на порт арту я вижу всю дорогу на чарнел роуд и минуточку кажется внизу на свалке я вижу самолет лучше пойду проверю про дебу она я еще не все здесь нажал а не все нормально да да блин да все отлично отлично все что за и кито братуха эй буана рад тебя снова видеть как ты чувак я прошел через многое в этом городе полно мошенников похоже этот тюремный костюм как раз по мне нашел ли ну да с ней все в порядке мы сломаем сейф и вернемся в похищенную книгу потом сбежим из порт арту хороший чувак план чувак а как ты поживаешь киту нормально чувак уж лучше чем болеть морской болезнью или сидеть тюрьме чувак ты же знаешь мне всегда в радость возиться с механизмами а самолет порядке а самолет в отличном состоянии чего отлично нам просто нужно как-то поднять его из этой кучи мусора может ты мог бы использовать вот тот большой кран или что-то подобное пойду проверю чувак так все я пойду я пойду лады так с ним там может только разговаривать здесь вроде бы ничего кроме лифта просто вообще нет куча оружия непонятно нафига о корабль тоже не знаю чё за а вот как раз кран который кран кран и теперь я зачем-то могу его отвлечь на я сам не знаю зачем вот катушка вот немного смазки и все готово чё р Liberty и answer ooh heck 8 клин батон он прекрасен только погляди сквозь туман на него встречами по швам нельзя упускать его из виду так хорошо нельзя-то нельзя я понял но это что-ли что так куда-то там нужно его сейчас 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 сделаем где-то здесь нет совсем не здесь вот так хорошо было не блин да чуть-чуть иначе ладно вот я четко подсветил кран и не знаю нафига начат другое подсветить не кран сейчас разберемся большущий кран большущий кран отлично самолетик иди к папочке о класс классная работа чувак а нефиг делать я подготовлю самолет взлету но в этот раз у нас будет полный бак горючего хорошая идея чувак я помогу линии проникнуть в клюву удачи буана и следи за этими охранниками с виду они очень злые не успокойся кито они даже не заметят как что книга пропала когда мы уже будем очень-очень-очень далеко так прикольный самолет прикольный кито при когда пока нет но мы работаем над этим получим скоро будет а все подготовлю хорошо что я еще так не по как я не по как используется видеокассета все остальное мы вроде бы использовали ну окей я думаю так и будет здесь стоять как дебил очень интересно о вау грузовик уже как-то явно изменился ты все еще здесь какого черта или или вы уже сходили на фильм погоди-ка ибо на пока анди похоже бедняги накрыла энергетическая компания то есть а я я им выдал я им выдал место положения этих ребят к ужас здесь еще черта нет отличный взлом ну как дела с самолетом кито подготовил самолет взлету теперь это все что атрибутия это книга отлично я почти закончила взлом высотного алгоритма лифта высотного алгоритма вот лифт ведет на этаж для особо важных персон отлично я беру курс на проникновение в сейф ребята увидимся снова на самолете удачи ибо она будь осторожен эти охранники знают свое дело но знают ли они свое дело о это окно мой путь на карниз а вот с камерой будут проблемы ага ага дверь похоже нам нужен еще один ключ код бам-бам-бам есть как же это было сложно не обращайте на меня внимание я стык-кульчик о-о-о наполнять он не слышал как я вошел хорошо что в наушниках так видео архив прекрасно мониторы 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 охранник красная кнопка видео архив выглядит как какая-то штуковина для хранения видео думаю для записей проигрывания старых записей с камер наблюдения безусловно на этих мониторах коридор пока камера включена я не могу добраться до окна да но я могу проиграть видеокассету видео архив а может если мы сделаем запись коридора а мы сделаем запись коридора я думал мы ему будем показывать как это называется романтик экшен муви а затем проиграем ее назад он не увидит меня на экране я видел как я сделал в кино это не должно быть очень трудно вот она камера вести бюля кажется довольно просто сначала записать а теперь воспроизведение да немного не то да я понимаю все все таки романтик экшен муви нет кажется получилось он полностью сосредоточен на фильме ну и отличный охранник думаю тут моя работа сделана а вообще глава слона чувак эти люди действительно раскапывают слонов смысле от диггин а блин немного неправильно окей зайдет о оттуда случится голоса надеюсь сюда никто не войдет рядом с дверью стоит кто-то из охранников короче в окно о чувак я не могу открыть окно чувак какого хрена а не проблема для мастера стекущика в ванной здесь как-то очень легко догадаться чуть-чуть дальше ну ладно полагаю настало время лезть страшную высоту приступим о черт а стена что происходит как это я так делаю нифига себе я конечно понимаю что у меня есть кирка но блин как будто в ванном мега силач все вход и бонат и уничтожил стену ты молодец давай не знаю заценим дверь эти парни снаружи удивятся когда поймут что дневник украден ха 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 да а это было просто слишком просто что происходит открывай сейф не с места а ну назад как ты так спрыгнул в ванна и то заводи самолет стойте на месте сэр мы поймали их в порту руки прочь от книги никто не пострадает а это мой друг что ли или что нет так они все идут сюда почему ты нам так внезапно стал помогать эта ловушка да кто платит теперь теперь барло тебе какая тебе выгода никакой никакой выгоды для меня тут нет все было проще как андота был рядом энергетическая компания и деньги свели меня с ума они всех сводят с ума андота был единственным у кого были силы противостоять этому и за это он заплатил высокую плату теперь мой черт платить платить за свою жадность я задержу их летите в подземелья и сорвите что-то покров таинственности идите идите пускай самолет вверх работа над этим парлоу ну ты тварь я почти закончил парлоу вперед нам этого не пережить пуана да ночью ныряем и все держитесь ля-ля подземелья 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 вот и мы что они украли книгу они смелые это наш шанс пираты этого момента мы ждали всю жизнь поднимайте паруса ха 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 да короче богатство подземелья ждут нас ей все ух и в от это ух прямо а и Продолжение следует... Продолжение следует... Наверняка есть геймплей на 3 минуты, да? Короче, у них это все еще не конец, потому что они ужасно прекрасные люди. Или прекрасно ужасные люди. Но давайте видео-то мы все-таки закончим. И даже если здесь осталось на совсем чуть-чуть, то просто сразу продолжим третий чаптер. Ну, с третьего, то есть с чаптера. Внезапно бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok